уважаемые друзья всех приветствую кто находится на нашем канале сегодняшний выпуск будет посвящен опять нашему новому проекту лесник мастер покатались мы уже по снегам поплавали более менее обкатали машину и пришло время испытать ее в реальных каких-то условиях у нас вологодщина славится охотничьими хозяйствами сразу практически за городом они начинаются я обратился к охотоведу вологодского районного общества охотников чеблакову александру вадимовичу с просьбой найти придумать какую-нибудь работенку на денечек чтобы в реальных условиях покатать вездеход он любезно согласился сказал приезжай поездим развезем на подкормочную площадку подкормку но я так понимаю наверно кукурузу ну и заодно еще попутно завезем соль по солонцам хочу высказать ему благодарность за такую помощь надеюсь что он нам периодически по весне еще будет покидывать какой-то работенку чтобы мы испытывали свой новый вездеход в реальных условиях понимали что еще необходимо нам допилить додумать для того чтобы сделать его действительно идеальной машиной для работы в охотхозяйстве погода сегодня весенняя по-настоящему хотя еще конечно по утру морозно достаточно но днем уже будет плюс солнышко как вы видите настроение хорошее весенние по трассе меня забросили на прицепе сейчас мне предстоит проехать 22 километра по дороге потом мы загрузимся значит всем тем что необходимо доставить и уже поедем непосредственно в лес поехали из трассе из первого . я Продолжение следует... Приехал немножко, чуть-чуть с запасиком. Ну, надо потрогать мост, ступицы колес, тормоза. На предмет там, что греется, что не греется. Плюс надо сейчас колесики немножко приспустить, поедем. Хоть и, в принципе, здесь у них есть в охотхозяйстве вездеходик, поэтому следочки уже так промяты, но все равно. Все-таки снег еще глубокий, повезем много. Поэтому приспущу колесики. Перегончик этот 22 километра на одном дыхании проскочил. Есть такое ощущение, что слишком быстро бежит. До 50 разгоняется. Надо все-таки поставить более низкую главную пару в коробку. отдать максимальную скорость в угоду тяги на низах. Потому что все-таки это грузовой вездеход. И где-то там использовать, если будут в горах, лишняя тяга на низах не будет лишней. Скорости 40 километров в час этому транспорту будет вполне достаточно. Так что приедем. Там диапазон практически безграничный в плане изменения передаточного числа. За счет изменения главной пары в коробке перемены передач. Приеду домой, посчитаю, дам команду. Поставим пару помедленнее. Здесь сейчас стоит обычная стандартная 3,7 передаточным числом главная пара. Подгоним так, чтобы была максимальная скорость. Где-то порядка 42 километров в час. Этого будет достаточно. Главное, чтобы был запас на низах. Ну что, ждем команду. Будем грузиться. Все буду снимать, показывать. Килограмм 500 плюс мы в проем поедем. Но кузовок это базовый. У него даже бортик не открывается. Но уже есть кузовок, который имеет гидроподъем. И, соответственно, открывающийся бортик. Поехали! Понял, да? Да, сейчас надо. Те застakte норма. Те застppen не достав в реальной истории. Ах. Теys. Теыыон и тёмно. Теыын glor. Теыыон лается у тебя на R Trent. Продолжение следует... 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 Сколько здесь мешков там? Мешков 5? Давай! Давай все беги! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok В общем, как-то так Еще у нас планируется Когда будет кузовок с подъемом Здесь будет лючок Лючок открывается И там специальный такой Ну, не корморазбрасыватель будет А типа кормораздатчик Кормоподатчик такой То есть можно прямо не вылезая С кузовка мешок берешь Этот кормораздатчик Поехал Он будет реально на 5 мешков зерна рассчитан Насыпал, поездил Прогресс, цивилизация Поехали дальше У меня практически корморазбрасыватель У меня практически как кормораздатчиком получилось Целые траншеи в Кабани Целый авто в кистрале Все в следах в Кабани мне кажется ты их слишком хорошо кормишь идея такие я вам скажу выдумщики предложили идею как прямо не вылезая из вездехода сейчас вот будем пробовать а а а Это лайфхак, да, Владимир Никандрович? Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну попробуй DimaTorzok 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 Давай из кузова Владимиру Никандровичу понравилось выходить из кузова Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Все? Чувствуется весна? Да Первый наш в этом году Да? Что еще на один солонец заедем? Зерно развезли Осталось еще соль на один солонец А там-то что у нас? Мишки Моя соль А здесь у меня что? Мы тоже помочим соли Тоже соль, да? Ну вот Вы первый раз увидели Вот эту вот странную чуду-юду Вот какие Просто первые ощущения Вот давайте так За саму машину говорить рано Мы не знаем, как она еще По проходимости, по надежности Вот просто сам форм-фактор машины Комфортно, мне комфортно Вот это крыша То есть, если бы сейчас шел дождь Мы спокойно бы Как говорят, лучше плохо Я хочу хорошо идти Спокойно бы там все Три человека выйдут Поведу, да? Три Ну, она вообще по документам Как бы одноместная Но мы немножко чуть-чуть схитрили И сделали специальные мягкие подушки на крыльях Там место, ну, урослому человеку Может не очень удобно Да, 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 даже внутри даже и больше Можно Можно ездить Ну, я думаю, что сюда просится какой-то вот рундучок То, что вот обычно, да, у егеря там Бензопила, там что-то еще Какой-то запасик там, не знаю Бензин И ведь можно же спокойно Вот здесь четвером Да, и можно сидеть Типа сиденье Два метра можно Четвером можно сидеть Ну, чтобы полтонны груза увезли Задача выполнена Да, вот только начинаем Лесник-мастер только начинает Свои трудовые будни Это... Водителю было комфортно Что немаловажно Да, это первая машина Она у нас так и останется Тестовой У нас А ту партию, которую мы для охотхозяйства делаем По конкурсу, который выиграли Она будет Там с поднимающимся гидрокузовом Даже задняя навеска будет Вот как раз там и будет установлен Кормораздач Ну, была такая задача поставить Кормораздач Да, то есть вот тут вот Люк Открываешь, фиксируешь Там стоит из нержавейки Такой кормораздач Засыпаешь, на 5 мешков Засыпаешь туда 5 мешков И там специальный диффузор такой Он открывается и рассыпает Я не знаю, зачем это Ну, Владимир Николаевич Мы ваши лайфхаки уже увидели Отсюда 5 крючков Какой-то транспортер Да, луги, люк Как вот тут все проморозилось Да, там нашел Значит, там нет Ставantes Думаю, это пошло Субтитры делал DimaTorzok 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 Еще раз скажем Александру Вадимовичу спасибо за то, что нас обеспечивает работой Надеемся, что он нам еще какую-нибудь задачу придумает Обязательно Ну что, господа, на сегодня мы задачи все выполнили Поехали мы домой Все, до скорых встреч Всем пока, берегите себя Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok